У них нет ничего, у них никто не погиб, все хорошо. Отчетность замечательная. В Москве сорвавшийся лифт убил 10-месячного младенца. Да, это страшно, вот эта история ужасная. Причем, ты представляешь, тут заявили еще вот эти вот ребята, которые управляющие компанией, что там с нарушением техники безопасности завозили младенца, что надо было его заносить на руках и так далее. Ну да, по технике безопасности я вполне допускаю, но они же не на заводе, они люди в квартире и совершенно не должен лифт там падать, правильно, да? То есть им там предлагали 15 миллионов за лифты. Вот мне пишут, что вы на прошлой неделе предупредили, что началась волна лифтовых аварий. Что я могу сказать? Я могу сказать, тут предупреждай, не предупреждай, как говорил мой земляк Николай Гаврилович Чернышевский, да, что кто не предъявляет своих требований, о том никто не заботится. Это классика. Знаешь, то есть если люди молчат, ну правильно, что там, они вот сегодня нам прогнали туфту по поводу опроса, но если вы видите с настоящим опросом, ну, каждый пятый тебе скажет, что Путин молодец. Понимаешь, каждый пятый. Ну, если реально он будет понимать, что это не КГБшники какие-то, опрашивают, что это реальные люди, там, ну, каждый пятый от всей души скажет, браво, еще, давай, еще, он скажет. Ну, ничего тут можно сказать этим людям, понимаешь, которые падают в лифтах и говорят, еще давай. В Москве на станции метро шоссе энтузиастов на рельсе упал человек. Да, тоже мы говорили, что это начнется, вот вернее.